Физкульт, привет! В эфире спортивная среда. За выходные накопилось много побед ивановских спортсменов, о которых мы хотели бы вам рассказать. Так что сегодня начнем с дайджеста. Неделю назад мы познакомили вас с ивановскими спортсменами Ассоциации Киопушинка и Карате, которые отобрались на первенство мира. Турнир в Японии проходил в эти выходные. Для ивановских спортсменов это был дебют. Наши соперники были точно так же подготовлены, были готовы идти до конца. В принципе, кто первый раз попал на такой турнир, этот масштаб ощущался. И каждого второго, наверное, уносили на носилках, с какими-то травмами или, скажем, в бессознательном даже состоянии. Задачей минимум была попасть в первую восьмерку лучших спортсменов мира в этой дисциплине. Полине Кузнецовой немного не повезло с соперницами. В 1-8 пройти не удалось. Мы не были до конца готовы к самим японцам. Как и говорили, до 18 лет они очень шустрые, непредсказуемые. Так и в этот раз получилось. Хоть мы и просчитали, в принципе, просмотрели их тактику, смогли просчитать на предыдущих поединках. Вроде как и прошли, и вторые круги вышли. Но, как говорится, чуть-чуть нам не повезло. Анна Аксель в своей категории стала пятой. Сложнее с соперницами было, наверное, не знаю, с какими было сложнее, потому что я дралась только с японками. Мне не удалось встретиться ни с одной русской спортсменкой. Ну, наверное, это хорошо, потому что с русскими я могу встретиться на любом другом первенстве в России. А подраться с японкой было хорошо. И все же это новая страница в истории Киукушенка Ивановской области. А для девчонок не финиш спортивной карьеры, а только старт. В дальнейшем я собираюсь тренироваться. Будет намного сложнее, потому что уже буду выступать в 18+, уже в женщинах. Но нам есть к чему стремиться. Ивановская школа единоборств засветилась и в столице. Две победы на первенстве страны в минувшие выходные одержали ивановские худоизды – Алан Валиев и Артем Курский. Воспитальники двукратного чемпиона, а по совместительству тренера Эдгара Коляна, в очередной раз обошли десятки титулованных соперников на пути к вершинам пьедестала. Очень много народа было на этот раз, где-то за 300 человек практически, да, и до 9 часов турнир длился. На турнире ребята провели по нескольку сложнейших боев и вернулись на малую родину с золотыми наградами. Самые главные сложности – это было ежедневные тренировки, потому что совмещать уже я в 11 классе очень было трудно. Большие нагрузки были – это была главная проблема. Ну и еще были очень сложные бои с моими соперниками. В основном соперники были с других округов. Один соперник был с моего округа, я его выиграл уже на СФО. Мы с ним знакомы, с границами, с нами хорошо общаемся. В следующий раз предстоит заявить о себе более старшим и опытным спортсменам. В конце мая в Москве состоится Кубок России по КУДО. Подготовка уже началась. В первенстве СФО по большому теннису, которое прошло в Белгороде, ивановский спортсмен стал серебряным призером. Егор Щербаков в этом спорте с раннего детства. Шанс показать себя на соревнованиях такого уровня ивановским теннисистам выпадает нечасто. И Егор его не упустил. В этом турнире приняли участие 30 спортсменов. Ну там среди юношей, среди девушек проводили соревнования и в парных разрядах. Он вот показал достойный результат в одиночном разряде, занял второе место. В турнирной сетке находились дети из таких городов, как Воронеж, Москва, Белгород, Рязань, Нижний Новгород. Ну то есть в принципе обширная такая территория была представлена. Серебро на СФО не гарантирует теннисистам участие в первенстве России. Но у Егора есть реальная возможность попасть на этот турнир. Чем больше ты участвуешь в турнирах, чем лучше места ты занимаешь, соответственно больше рейтинг у тебя, больше очков. И соответственно ты можешь отобраться на более серьезные соревнования какие-то. Но бывают такие моменты, когда предоставляют игроку свободную карту. Если игрок, как бы, Федерация тенниса России считает нужным увидеть этого игрока в этом турнире, то они могут предоставить карту, если у него недостаточное количество очков. Егор засветился на СФО, и я думаю, что ему скорее всего карту дадут, потому что на первенстве России попадают 18 лучших спортсменов. Я на все турниры хочу ехать, на которые я заявлен, потому что я получаю от этого удовольствие. Ну и от достижений в прошедшем времени к спортивным перспективам. На этой неделе Иванова присоединится к студенческому баскетбольному движению. В Ивановском государственном химико-технологическом университете в четверг стартует плей-офф Лиги Белова, чемпионата АСБ. 25-26 состоятся важные стадии АССА студенческого баскетбола. Это ЛАС-16. То есть 16 сильнейших команд по всей России будут бороться за выход в суперфинал АСБ, АССА студенческого баскетбола. У нас в туре участвуют 4 команды из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. В ЛАС-16 прошла сборная химтеха. Команда этого вуза уже дважды становилась победителем чемпионата. Так что в этом году может быть своеобразный хет-трик. Обязательно приходите поддержать команду. Это все, о чем мы успели вам рассказать на этот раз. Будьте в курсе и не отставайте от спортивной повестки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok